В 2019 году чаще всего клиенты банков лишались средств в результате мошенничества с применением приемов в социальной инженерии. Расходы на такую аферу минимальные, доходы значительные. Обычно злоумышленники представлялись сотрудниками службы банка, предпочитая вместо разработок технического плана использовать психологию. Благодаря современным технологиям при звонке клиенту будет высвечиваться номер банка, а не тот, с которого звонили мошенники. Официальные данные кредитные организации пока не предоставляли, лишь Сбербанк отметил, что количество жалоб его клиентов увеличилось более чем в 15 раз, если сравнивать с 2017 годом. Только в одном Сбербанке было зафиксировано 2,5 миллиона жалоб, всего же число таких жалоб по кредитным организациям составляет десятки миллионов. Представитель Тинькофф Банка рассказал, что один из их клиента сделал более 140 переводов, слушая инструкции мошенников. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Некоторые используют инновационные версии, например, про сбор голосовой биометрии. Жертвой злоумышленников могут стать даже продвинутые пользователи, банкиры, топ-менеджеры, которые сразу переводят мошенникам крупные суммы в отличие пенсионеров. Которые хоть и намного доверчивее воспринимают любую историю, не могут перевести сотни тысяч рублей. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.